Говоря о сегодняшней ситуации, с одной стороны, это явление скорбное, с другой стороны, еще одно опытное переживание возможных современных трудностей, пройдя через которые, наше поколение должно стать еще более мудрее, более сплоченнее и выносливее. На долю каждого человека во все времена Богом определяются трудности и скорби. Ничего случайного в нашей жизни не происходит. Тех, кто отвергает Бога и живет в свое удовольствие, Господь непременно посетит и напомнит о себе и о смысле человеческой жизни, чтобы потом на страшном суде никто не обвинил Бога, что кого-то забыли и не предупредили о существовании загробного мира. А для тех, кто верит в Бога и в существование загробного мира, Господь тоже попускает трудности и скорби, но они не смущают верующих людей. Христиане в ответ благодарят Господа за напоминание, заботу и отеческую любовь. Господь не только назидает, но и подает верующим в Него свою божественную помощь и благодатную силу. Для такой категории верующих людей скорби и трудности бывают в радость. Об этом очень ярко выразился апостол Павел. «Мы, — говорит он, — хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Я не случайно говорю о трудности, которые переживает наше поколение сегодня. Нам необходимо научиться правильно оценивать ситуацию, которая происходит с нами и вокруг нас. Если мы будем надеяться только на себя, то наши шансы на выживание в современном мире заметно сократятся. А если силы свои, знания и опыт сопряжем с сознанием и опытом предыдущих поколений и приумножим этот багаж через веру и надежду на Бога, тогда с помощью Божией наши возможности заметно возрастут. Так поступали наши богочестивые предки, так учили поступать и своих детей. Святость и благочестивая жизнь, если хотите, — это национальная идея многих наших предыдущих поколений. Эти замечательные качества были основой жизни русского человека. И святой образ жизни вдохновлял абсолютно всех. Благочестивых воинов на защиту Отечества, государственных мужей на созидательный труд во славу своей страны и во благо народа, священнослужителей, на ревностную проповедь Евангелия. Святой благоверный князь Александр Невский в этой исторической цепи выделяется как краеугольный камень, положенный в основании Дома Божьего Святой Руси. Совсем недавно святейший патриарх московский в Сеарусе Кирилл, говоря о великом князе Александре Невском, произнес очень интересные, важные и поучительные слова. Цитата. Я, говорит Святейший, очень благодарен телезрителям, которые откликнулись на мои слова и на мой призыв проголосовать за то, чтобы именем России стал Александр Невский. А один из аргументов был такой. Много было в истории нашего Отечества выдающихся государственных деятелей, царей, полководцев, деятельность которых была направлена на спасение Отечества, на защиту страны ее границ. Но Александр Невский, вступив в борьбу с ливонскими рыцарями, осознавая, что эта борьба не просто за материальные ценности, ведь в то же самое время было татаро-монгольское иго, и Александр Невский ездил в Орду, отвозил дань, но не вступал в открытый военный конфликт с татарами. А почему? Потому что он ясно понимал, татарам был нужен наш кошелек, а ливонским воинам, которые выступали с Запада, нужна была наша душа. И он вступил в борьбу с иноземными захватчиками на Западном фронте с полным пониманием того, что борется не только за землю, не только за свое княжество, но и за душу русского народа. После таких слов Святейшего мне хочется задать риторический вопрос, а насколько изменился взгляд современного Востока и Запада по отношению к нашему Отечеству, Святой Руси? По-моему, все те же завистливые взгляды на великие и богатые просторы нашей страны, все те же заманчивые призывы легкой, страстной, плоской жизни в обмен на чистоту и целомудрие, благовременные и земные в обмен на душу человеческую и жизнь вечную. Перед каждым из нас, перед нашим поколением, стоит сегодня тот же самый выбор, какой стоял перед великим князем Александром. Что мы хотим? С кем мы? Каким мы хотим видеть свой родной дом, свободную и независимую Русь святую, или безликое общество эгоистов и потребителей, которые пытаются жить, чтобы только есть и пить, а завтра умереть и сгинуть в вечности? Но сгинуть никому не удастся. Хотим мы этого или не хотим, но для каждого жителя земли обязательно будет страшный суд. Для одних это будет торжество и награда за праведную и благочестивую жизнь, а для тех, кто отверг Бога и жил для себя, пребывая в разврате и удовлетворяя свои страсти, это будет расплата за беспечные и греховные прожитые годы. Дорогие друзья, пользуясь этой высокой трибуной, обращаюсь ко всем, от кого это может зависеть, уделить особое внимание детям и подрастающему поколению. Дети и молодежь – это будущее нашего Отечества. Что могут родители, что смогут родители, воспитатели, преподаватели, священнослужители и мы, старшее поколение, вложить в их душу сознание, то они понесут и во взрослую жизнь. От нашего нынешнего вклада в воспитание прямо будет зависеть будущее нашего государства. Сегодня мы много говорим об образовании, часто оставляя в стороне воспитание. А образовать человека, то есть помочь человеку найти утраченный в самом себе образ Божий, поскольку мы созданы по образу Божьему, но утратили его своими грехами, без родительского воспитания, без помощи общественных воспитателей практически невозможно. Основная задача родителей и воспитателей – вложить в сознание и в сердце ребенка зернышко защитного иммунитета, который с годами будет расти, укрепляться и защищать каждого человека от искушений века сего лукавого. Мы должны сделать все возможное, чтобы дети научились рассуждать и понимать, что такое хорошо и что такое плохо, чтобы хорошего держались в своей жизни, а плохого избегали. Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы каждый мог высказать свою точку зрения на современную ситуацию. Вы уже обратили внимание на то, что я в своем первом обращении к вам не касаюсь конкретных цифр, вопросов и тем, которые уже многие годы обсуждаются на кубанских Кирилло-Мефодиевских чтениях. Думаю, что в секционном режиме о проблемах будут говорить ученые, учененные докладчики и все желающие участники нынешнего форума. Завершая свое выступление, хочу призвать всех не сидеть без дела, сетуя только на информационную агрессию Запада или пугая восточными технологиями или современной эпидемиологической ситуации, а трудиться, не покладая рук, ради того, чтобы современные дети и молодежь усвоили тот духовный опыт, который всегда спасал наше Отечество и носителем которого был святой благоверный великий князь Александр Невский. Пользуясь возможностью, хочу выразить сердечную благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву за его твердую и взвешенную позицию по отношению к Русской Православной Церкви и его личный вклад в развитие духовно-нравственных ценностей Кубанского края. Уверен, что консолидированная и сплоченная позиция Церкви и государства будет способствовать сохранению духовной безопасности Российской Федерации. Желаю всем вам, дорогие участники чтений, всесильной помощи Божией и плодотворной работы на форуме и в вашем дальнейшей благородной просветительской деятельности. Божие благословение пусть пребывает со всеми вами. Спасибо за внимание.